МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким образом поддержана наша заявка грантовая, которую фонд направил в конкурсную комиссию, и эксперты оценили ее как успешную. Мы, конечно, очень рады, что деятельность нашего центра продолжается в помощи именно детям с особенностями развития, потому что это не первый наш грантовый проект, который мы при поддержке фонда президентских грантов реализуем. И 8-го числа, 8-го августа с 9.00 в Калуге, улица Маршал Жукова, 30А, все родители, законные представители детей, у которых есть какие-то проблемы, могут прийти с документами и подать заявку на участие в нашем проекте. Вот поподробнее, родители и детей, у которых есть какие-то проблемы, с какими нарушениями развития вы занимаетесь, с какими детьми? Самое, скажем так, частое и, наверное, простой с точки зрения специалиста, я уже сейчас как клинический психолог, да, говорю, это, наверное, задержка психического развития. Если мы говорим об органических нарушениях головного мозга, таких поставленных диагнозов, как синдром Дауна, расстройство аутистического спектра, ну, это такая широкая линейка нарушений, и в нашем центре тоже с этим работают. То есть вот если ребенку установили диагноз или есть какие-то показания от врача-невролога, либо даже педагог-психолог ставит под вопросом, прописывает какие-то занятия, то родители могут прийти, подать заявку. Сколько человека может заниматься у вас? Сколько мест свободных? Мест 80. Это рассчитано на то, что каждый ребенок, мы допускаем то, что каждый ребенок может в проекте заниматься индивидуально. То есть он получит объем услуг, ну, сопоставимый с количеством 100-150 в течение года. Проект рассчитан на год. Именно индивидуально, никаких малых групп вы объединять не будете? С каждым ребенком только индивидуальные занятия? Если ребенок готов к группе, если его навыки и проблемы, которые могут быть, показаны именно в групповых занятиях, конечно, мы возьмем и в группы малой наполняемости 2-3 человека. И таким образом для групп тоже ставятся свои цели, коррекционные, развивающие. И дети очень хорошо, скажем так, друг друга дополняют, компенсируют. И мы идем к результатам тем, которые, проблемы которых была заявлена. Вообще маршрут каждого ребенка, он устанавливается диагностической группой, в которую входят специалисты. Мы вначале обязательно смотрим каждого ребенка. И не секрет, что к нам ходят дети уже не первый год, а они стремятся попасть в проекты. Безусловно, мы знаем их уже и результаты, и новые цели, которые, и мишени, которые мы поставим по коррекции. И продолжаем работу, скажем так, со всеми детьми. И с новыми, и с теми, кто уже неоднократно участвовал в наших проектах. Потому что в первую очередь родители и семьи идут за стабильностью, за такой систематической коррекционной составляющей, которая обеспечивает как раз наш центр. Какие занятия будут с детьми? Чем будем заниматься? Ну, тут секрета нет. С детьми занимаются психологи, дефектологи, с детьми занимаются клинические психологи. Есть у нас направление адаптивной физической культуры. Потому что ряд детей находится в стрессовом состоянии или состояние такое, знаете, нарушение серьезное, и они не позволяют сразу начать, к примеру, заниматься с дефектологом. Для начала нужно устаканить физическую составляющую, ощущение ребенка в пространстве, где он находится. И всему этому способствует занятие через тело, через физику с нашим специалистом. Как быстро занятия могут принести результат? Вы знаете, у всех по-разному. У кого-то очень быстро, скажем так. Тут, конечно, влияет еще и глубина нарушений, глубина дефицитов. У кого-то, скажем так, продолжительного времени. И мы идем буквально как по минному полю. То есть вроде бы мы знаем это нарушение. Но особенности столько, что у каждого ребенка может случиться к концу проекта. У кого-то уже с первых занятий, с вторых, с третьих, с четвертых ребенок набирает, набирает. И мы видим уже новые навыки, новые функции, формирующиеся. Особенно если поддерживать семья. Особенно если в семье это закрепляется. Отзывы родителей о занятиях. Вот поделитесь. Наверняка родители благодарственные слова говорят. Это не скромно, конечно. Но, знаете, я вам хочу сказать, отзывы хорошие. Есть очень хорошие отзывы. Есть такие даже прорывы, я бы сказала. То есть вот у ребенка долгое время не было речи. До пяти, до шести лет. И путем долгих и упорных занятий, и применением различных методик, мы эту речь вытащили. То есть она была, но она никак не проявлялась. Ну, это, конечно, работа. Это работа целой команды. Это работа наших специалистов. И когда так получается помочь и семье, и ребенку, мы, конечно, очень рады. Сам курс занятий. Насколько он рассчитан? И сколько раз в неделю к вам приходят дети? Два, три, один раз в неделю? Вы знаете, у нас можно заниматься и два, три раза в неделю, а можно даже и каждый день. Каждый день, как это получается? Когда кто-то не приходит, кто-то заболел, ребенок не пришел, родители предупредили, мы знаем, что есть окошко. И из той группы, которая уже, ну, группы детей, которые числятся в этой студии, допустим, мы можем пригласить ребенка на дополнительный уже. И получается, что они могут ходить. Вот есть такие дети, которые практически каждый день у нас в центре. Такое бывает. Конечно, у них колоссальные сдвиги. Конечно. Приезжают ли к вам семьи не из Калуги, а из области? Если приезжают, то каким образом? Да. Мы в этом году расширили линейку, географию, скажем так, населенных пунктов. Указали в грантовой заявке, что это не только Калуга, но и Калужская область. Потому что люди звонят и говорят, что они готовы к нам приехать и из Перемышля, и из Кондрова, и из Плотненов завода, и даже из Жиздры. Поэтому из всей Калужской области, если родители готовы привозить ребенка, то мы с удовольствием будем способствовать и заниматься. Получается, что благодаря этой программе фонда президентских грантов снимается огромная финансовая нагрузка в семей, у которых есть дети с особенностями развития. Потому что если бы они занимались частным образом, то сумма немаленькая в месяц набегала бы. Да, вы знаете, мы анкетируем и, скажем так, постоянно исследуем нашу целевую группу. То есть семьи, где ребенок с особенностями развития. И постоянно спрашиваем их запрос, где что нам еще улучшить и вообще какие проблемы. И вот в анкетировании предыдущих проектов родители отмечали неоднократно. У нас 97% ответили, что колоссальная финансовая нагрузка, она просто снялась. То есть дети не ходят, либо ходят меньше уже в коммерческие центры, а посещают наши занятия. С 8 августа начинается прием заявок от родителей. Вот расскажите, пожалуйста, порядок приема этих заявок. С какими документами родителям нужно к вам приехать? Вы знаете, перечень, он выложен у нас и на сайте, и в соцсетях, и в группах ВКонтакте. Там достаточно объемный перечень, потому что все-таки мы исходим из того, что ребенок с нарушениями, и мы должны максимально ознакомиться с материалами. Можно позвонить по телефону 22 07 09, вас обязательно проконсультируют наши администраторы. Вот, все подробно расскажут. Можно также обратиться в соцсетях, и я часто отвечаю и в группе ВКонтакте, мне пишут и в личные сообщения, и по телефону. Вот, и всегда проконсультирую. Еще есть время. А есть ли какие-то приоритеты в приеме заявок? Да. В первую очередь мы берем детей из неполных семей, если мама или папа или законопредставитель воспитывает один ребенка с нарушениями развития. Либо второй вариант. У нас семьи, где два и более детей с инвалидностью, они тоже идут, скажем так, без очереди. Они идут в порядке приоритета. К сожалению, количество семей, где два ребенка с инвалидностью, мы наблюдаем уже не первый год. Оно увеличивается. Расскажите, пожалуйста, про ваш штат педагогов. Насколько это квалифицированные специалисты и много ли у вас специалистов? Знаете, у нас семь специалистов основных. Я очень благодарна нашей команде. Люди работают не один год. Люди вдохновляются также результатами. Это клинические психологи, это дефектологи. Они все отдаются работе, постоянно обучаются. Квалификация, конечно, высокая. Потому что когда такой выбор, скажем так, детей, нарушенных дефицитов, ты уже очень быстро учишься. Хочешь ты, может быть, не очень хочешь. Но приходится учиться, потому что справляться тяжело. Тяжело порой. Но из-за того, что у нас такая мультидисциплинарная команда, мы все можем обсудить. Мы можем прийти к какому-то решению. Можем придумать какой-то ход новый, даже в коррекции ребенка. Реакция, с которой мы, допустим, раньше не сталкивались. Или она неоднозначная. И вот когда мы в команде это обсуждаем, конечно, это большая сила и преимущество. А сами дети приходят на занятия с желанием? Вы знаете, многие с желанием, когда уже более такое осознанное поведение. Да, поведение, привыкают, радуются. Есть дети, когда только-только начинаются занятия, и мы заставляем работать на занятиях. У нас же непросто. Мы начинаем развивать мышление, развивать навыки, которые не были сформированы. И, конечно, это труд, и для ребенка в том числе. Но дети уже начинают понимать, что в этих стенах он пришел работать. Бывают разные реакции, но все это очень даже нормально воспринимается. И в итоге главный результат. Понимаете, для семьи, для самого ребенка главный результат. Еще у нас есть такая методика. Мы снимаем видеоанализ тестовых проб в начале проекта и в конце проекта. Это наша разработка, собственно, разработка нашего центра. И когда мы видим в конце проекта, какой ребенок стал, сравнивая с первым видео в начале проекта, потому что глаз человеческий, да, он очень многое может забывать. А видео – это факт и вещь упрямая. И когда мы видим, что вот это у него не получалось, а вот сейчас получается, да еще как получается, понимаете, все вот эти мелкие, какие-то неудовольствия, шероховатости, шероховатости в начале пути. Вот. Они стираются. И мне кажется, это самое главное. Давайте еще раз повторим для наших телезрителей информацию по подаче заявки, куда, когда, по какому адресу приходить. Мы начинаем принимать заявление 8 августа, город Калугу, улица Маршала Жукова, 30А, с 9.00 до 17.00. Ну и, соответственно, и 9 число, и дальше, кроме выходных дней. В социальных сетях где найти ваши контакты? В социальных сетях благотворительный фонд волонтера детям. Также у нас есть группа центра абилитации «Попутный ветер». Там уже вся информация выложена, она доступна. Можно ознакомливаться. Спасибо большое вам за информацию. Конечно, желаем всем ребятам, которые к вам придут на занятия, только успехов. Спасибо вам. И новых побед. В эфире телеканала Ника ТВ была программа «Интересная». Я с вами прощаюсь. До свидания. Интересно. Редактор субтитров А.Семкин